Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». Прецедентным давлением санкций со стороны недружественных западных стран. Поэтому отечественная индустрия гостеприимства активно переориентируется на внутренний рынок. Рашид Тимрезов также отметил, отрадно видеть, как молодежь искренне гордится своей родиной, национальной культурой и богатой историей, бережно хранит память о своих героях и вносит огромный вклад в развитие своего государства. Глава Карачаева Черкесии пожелал успехов и новых открытий каждому из участников, в том числе и ребятам из Карачаева Черкесии, и выразил уверенность в том, что разрабатываемые на форуме проектные инициативы в сфере молодежной политики будут успешно реализованы. В Черкесии состоялся обучающий семинар для кандидатов в новый состав Общественной наблюдательной комиссии при Общественной палате Карачаева Черкесии. Каковы цели и задачи обновленной комиссии? Каковы требования к кандидатам? И как будет проходить взаимодействие с Комиссией Общественной палаты России? Об этом смотрите далее. Согласно Федеральному закону, Общественные наблюдательные комиссии, сокращенно ОНК, осуществляют общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Члены комиссии имеют право беспрепятственно посещать соответствующие учреждения и проверять то, как соблюдаются права задержанных, арестованных и осужденных. 9 июня был дан старт формированию нового состава наблюдательной комиссии в Карачаево-Черкесии. Для того, чтобы процесс подачи документов от кандидата в ОНК прошел юридически грамотно, Общественная палата России проводит подобные обучающие семинары в регионах. Мы проводим ряд рабочих встреч с представителями силового блока, так называемого. Это органы СИН, МВД и прокуратуры. Также мы проводим встречи с представителями правозащитного сообщества. Это уполномоченные по правам человека, Общественная палата региона. Ну и, соответственно, с органами исполнительной власти региона. Вот это тот круг интересантов, так называемых, которые так или иначе соприкасаются с деятельностью ОНК. С каждым из них мы проводим рабочие встречи, ну и финалом или апогеем нашей такой поездки является обучающий семинар. Председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов проинформировал участников семинара, проходящей сейчас процедуре выдвижения кандидатов в новые составы ОНК-субъектов страны, о задачах, которые будут стоять перед обновленными комиссиями и возможных сложностях в процессе общественного контроля. В формате диалога, в формате общения как раз обсуждаем те вопросы, которые стоят сегодня перед институтом ОНК, новые, так сказать, процессы в законодательстве, новые требования к самим комиссиям, ну и, соответственно, отвечаем на вопрос кандидатов, ведем такой диалог. То есть, сам формат обучающего семинара – это некая такая оболочка. А вообще наша задача – это провести диалог именно по тематике развития ОНК в каждом регионе страны. Общественная палата России, понимая отсутствие коммуникации между регионами, сформировала и закрепила на законодательном уровне координационный совет, в который вошли все председатели региональных ОНК. Благодаря этому в субъектах появилась возможность коммуницировать, обмениваться информацией, проводить обучающие семинары, делиться победами и проблемами. Ну, вертикаль, да, это общественная палата России и субъекты, и горизонталь – это взаимодействие между самими субъектами. То есть мы добиваемся таким образом того, что региональная ОНК начинает контактировать между собой, решать вопросы, которые, ну, допустим, интересы людей, которые живут в Миссии, они могут находиться, местах, на содержании на своей территории. Кто-то у нас убывает на другие территории. Возникает этот вопрос у родственников, у тех людей. И, соответственно, горизонтальные связи и возможности взаимодействия ОНК позволяют снимать эти проблемы и вопросы. В ходе мероприятия участники обсудили основные требования к кандидатам и общественным объединениям при выдвижении в состав ОНК, а завершится формирование нового состава общественной наблюдательной комиссии 8 августа текущего года. Мурат Шинкёзов, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Жители посёлка Иркин-Шахар Ногайского района беспокоят качество воды, которая поступает в их дома. По словам людей, живительная влага даже визуально не внушает к себе никакого доверия. Наш корреспондент Артур Мхце отправился в посёлок, чтобы выяснить, когда же население сможет пользоваться водой надлежащего качества. Проблема, о которой идёт речь, не нова. Эти кадры жители посёлка Иркин-Шахар Ногайского района Карачаева-Черкесии снимали лет 7-8 назад. Идущая из крана вода была скорее похожа на кофейный напиток, который к тому же оставлял на поверхности раковины грязные следы. Люди неоднократно обращались за помощью в различные станции. Сперва им обновили насосную, но лишь поэтапная замена всех коммуникаций, похоже, могла бы исправить ситуацию в лучшую сторону. Наличие воды имеется у нас, но по качеству, да, вода чуть-чуть у нас идёт грязная. Особенно после остановок и из-за старой системы разводки всегда у нас, получается, при остановке идёт ржавчина. Очистные сооружения есть, но они не справляются. Тем более, как сейчас были большие ливневые дожди, большой исход селий, они просто элементарно забивают её. Так вот вода хлорируется, добавляется жидкий хлор в неё. В регионе это не единичный случай. Схожая проблема с качеством подаваемой в дома воды есть, например, и в ряде населённых пунктов Карачаевского района. Там нет очистных сооружений, нет водокачки. Жидкость с самотёком подаётся из бассейна суточного регулирования. Водопроводные сети прохудились и пришли в негодность. Здесь же, в Иркин-Шахаре, сперва заменили водокачку. Но стало понятно, что дело не только в ней. На данный момент мы по программе комплексного развития сельских территорий заложили 5 километров магистральных сетей. Сейчас проводим работы, меняем их. Все, которые ветхие сети есть, забитые, вот мы их сейчас меняем. Это проект того, что запланировано для замены коммуникаций на шести улицах посёлка. Два километра из пяти уже находятся, так сказать, в работе. На участках, где строители меняют древние трубы, вода на 2-3 часа отключается. В это время в остальной части населённого пункта текущая из кранов жидкость на какое-то время становится чуть чище. Здесь убрали землю, копаем траншею. То есть здесь усложнение в чём? Грунтовые воды постоянно, поэтому чуть-чуть сложновато. Ну, как бы справляемся, всё хорошо, работа идёт. Колодцы устанавливаем, гидранты будут новые стоять. То есть раньше, если от кого-то там пожарники должны были воду питать где-то. Тут приехал, сразу подключился. Кроме того, пока периодически приходится латать и старые, прохудившиеся трубы, выглядит подобное действие не очень приятно. Но без этого не обойтись, пока не заменят все коммуникации. По заведённой у нас традиции, люки будут находиться на проезжей части. Правда, по словам руководителя сельского поселения, иного варианта попросту нет. Люди пользуются тем, что досталось наследство от прошлых поколений. Низкого давления, вот рядом труба газ, высокого давления. А куда его ставить? Только вот сюда он не становится, согласно разработанной документации. То есть проверить, как он мешать не будет, он будет заподлицо, забетонируется. Боже, усиленный люк будет стоять здесь. Как нам рассказали в администрации Иркин Шахаров, все необходимые работы будут завершены до конца нынешнего года. То есть предполагается, что 2024-й жители посёлка встретят с чистой и качественной водой. Не разойдутся ли планы с действительностью, ждать осталось значительно меньше, чем существует сама проблема. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Сейчас реклама, после продолжим. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экология-делокаждого.рф. Победителей ждут путёвки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до первого от тебя. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Тобольск. С 27 по 30 сентября. Юбилейный, 10-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей и культурных традиций нашей страны. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпании. Приём работ до 1 сентября. Подробности на сайте регионтюмень.ру В этом году в региональной столице должны уложить около 27 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Большой объём работ запланирован по улице Парковой на проспекте Ленина и примыкающих к нему улицах. О том, что уже сделано в Черкесске и какие территории преобразят в скором времени, выяснил наш корреспондент Артур Мхце. Жители и гости Черкеска уже привыкли к тому, что в городе постепенно преображаются территории, ранее представлявшие собой удручающее зрелище. К хорошему привыкаешь быстро. И сейчас люди с нетерпением ждут, когда ремонтные бригады придут на их улицы и создадут радующую глаз картину. В текущем году при поддержке главы Карачао-Черкесской республики за счёт средств дорожного фонда Карачао-Черкесской республики запланированы работу по ремонту тротуара с плиточным покрытием на двух улицах. Это проспект Ленина и улица Парковая. Постараемся уложить до конца года около 27 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Также при работах учитывается пожелание жителей по расширению тротуаров. В данный момент работы продолжаются по проспекту Ленина. Тротуарной плиткой уложена большая часть пешеходной территории между улицами Кавказской и Комсомольской. Когда рабочие завершат благоустройство участка по одной из главных улиц Черкеска, они займутся обустройством тротуаров по Кавказской, Дагагариной и Красноармейской. По словам представителя мэрии, особое внимание уделяется удобствам для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. На всех перекрёстках, а также в местах посадки и высадки пассажиров устанавливается тактильная плитка жёлтого цвета. Кроме того, на некоторых участках, например, около колледжа культуры и искусств, предполагается обустройство зоны отдыха с красивыми лавочками. При этом пешеходная территория будет полностью недоступна для любителей оставлять свой транспорт на тротуарах. Работы по проспекту Ленина планируется завершить к середине августа, после чего подрядные службы переедут на Парковую. По улице Парковой у нас запланирован ремонт именно широкого тротуара. Это от Круга Петрусевича до улицы Даватора. Там мы также предусмотрели дополнительные парковочные места. Установим ограничители для автомобилей, чтобы они не мешали передвижению пешеходов. В частном секторе в прошлом году было уложено асфальтовое покрытие. В этом году мы на противоположной стороне планируем провести работы. В планах на следующий год покрыт тротуарной плиткой около 25 тысяч квадратных метров. Это в первую очередь участок по проспекту Ленина до улицы Ставропольской. Большое внимание специалисты управления ЖКХ уделяют взаимодействию с населением, в том числе с предпринимателями. Так, на некоторых улицах красота была создана при непосредственном участии людей, которые обустраивали прилегающую территорию, как, например, собственники помещений в этом доме. В целом же население положительно отзывается об изменениях и надеется, что преображение региональной столицы будет продолжено. Артур Махце, Анастасия Лой, Вести, Карачао, Черкесия. Доктор технических наук, уроженец Тиберды Валерий Кочетов свой путь в альпинизме начал еще в студенческие годы, когда учился в Московском государственном техническом университете имени Баумана, где была самая мощная альпинистская секция в Советском Союзе. Занимаясь там, Валерий Сергеевич стал кандидатом в мастера спорта, совершил множество восхождений. Какими способностями должен обладать альпинист и как прошел праздник в Донбайе, посвященный 100-летию отечественного альпинизма, Валерий Сергеевич рассказал о Леденаевой. Здравствуйте, Валерий Сергеевич. Замечательная дата столетия альпинизма собрала сегодня в Донбай альпинистов и гостей. Что для вас значит этот праздник, эта дата и сегодняшний день? Впечатления какие? Добрый день. Первое, конечно, ощущение – это встреча с товарищами, с которыми мне приходилось делать совместное восхождение. Вадик Неворотин, Владимир Кириллович, Николай Черный, мы с ним вместе работали, Шатаев Владимир Николаевич, это как бы наш начальник в узком спорте СССР был. Не виделись мы, наверное, минимум 20-30 лет с ними. Поэтому встреча, конечно, очень такая. Это воспоминания молодости, это так, приятно, достаточно внезапно. А самое главное – вот эта дружеская обстановка, которую Назир сумел, так сказать, здесь сделать. Значит, это просто замечательно. А восхождение совместное какие вы совершали? С Вадимом это такое достаточно серьезное восхождение Пикшировского с Ужбинского водопада. Значит, это когда-то была шестерка, сейчас она уже пятерка. Да, да, так сказать, было и такое. Ездили в Киргизию. То, ну, всего-всего не перескажешь, да, поскольку это остается как эмоции, как впечатления, значит, которые изменяют в целом вообще мироощущения, конечно. Охождение на какие вершины совершали, скажите, пожалуйста, какие более значимые? Ну, значит, это Центральный Кавказ, Техтау, Каштантау, значит, Белуха на Алтае, значит, на Памире, вот и коммунизма. И, так сказать, в Африке Килиманджаро, ну, вот так, их много, здесь порядка 70 восхождений у меня. Это еще до того, как я травму получил. Что для вас альпинизм, лично для вас? Ну, вы знаете, как бы, альпинизм, он просто позволяет несколько по-другому взглянуть на жизнь. Это другое отношение, это как бы, ну, ощущаешь риск все время, и голова лучше начинает работать, лучше понимаешь меру. Что самое сложное в альпинизме? Ну, в альпинизме, во-первых, должна быть удача. Значит, как и во всех у нас, так сказать, в жизни, да, приходится тренироваться, да. Ну, и это еще и спорт, понимаете, поэтому соревновательный элемент, он всегда присутствует, нужно тянуться изо всех сил, иногда бывает так. Быть жителем Карачаева-Черкесии, где вокруг столько прекрасных гор, и не быть альпинистом невозможно, наверное, да? Вы знаете, на удивление возможно. То есть, вот, в Карачаево-Черкесии почему-то внимание именно альпинизму, вот так сказать, местных жителей уделяется достаточно мало. По сомнению, допустим, со сванами, которые тоже живут в горах, у сваная цереда, мне приходилось бы переходить туда, так сказать, в сваную, через шкельду, такая вот такая известная вершина, тут просто через лес, зайти на вершину, туда спускаться, быть вместе. Вот у сванов это, как бы, сваны и шерпы в Гималаях, значит, это вот народы, для которых, так сказать, восхождение – это культ. Так сказать, вот других таких народов, так сказать, нету, в горах много живет, так сказать, народов, но, скажем, да, мы тут все, так сказать, жители-жители гор, значит, но, так сказать, тем не менее, и, скажем, вот, альпинизм, он требует другого профессионализма, то есть вот недостаточно родиться в Карачаево-Черкесии для того, чтобы хорошо, говорит, ходить в горы, то есть нужен еще и профессионализм современный, знание снаряжения, как это все делается. Это да, но любовь к горам, она-то у всех жителей, мне кажется. Ну, так сказать, любовь к горам, у нас, конечно, да, это вообще замечательно, потому что мы привыкли, как-то так, без гор уже нельзя обходиться, это да, это совершенно естественно. Значит, ну, вот, да, это вы правильно заметили, у горожан, у москвичей, она у любовь к горам другая, так сказать, как бы не наша, это точно, да. Скажите, пожалуйста, вот здесь, в Тиберде, в Донбай, ваша любимая вершина, ваш любимый маршрут какой? Так, вы знаете, мне это трудно, так сказать, выбрать любимые, так сказать, вершины. Я здесь на многих горах был, ну, на самой высокой на Донбай-Ульгене, конечно, так сказать, да. Значит, но есть красивые горы, которые нравятся, да, значит, и есть горы, на которые, так сказать, именно спортивные достижения заставляют лезть. Ну, с вальпинистской позиции Донбай, это, ну, такое место, вот, на сегодняшний день, ну, несколько курортное, значит, ну, очень, так сказать, притягательное, очень притягательное, значит, и, конечно, здесь восхождение, это, конечно, здесь все красивые, красивые. Но мне в Донбай, если говорить, нравится Сулахат, так, почему? Потому что, когда первый раз я поднялся на Сулахат, то это было раннее утро, из головы было видно море. Но это не, собственно, море, так, а вот горизонт, он разделялся на такую голубизну сильную и светлую. Как профессионал, как альпинист, который совершил восхождение на многие вершины, расскажите, вот Донбай и вот вершины, которые здесь есть, они какой сложности? Здесь находятся вершины всей сложности, категории сложности для альпинистов? В альпинисте, как и во всех других видах спорта, происходит рост мастерства. Когда альпинист только зарождался, и люди сюда приезжали, то здесь были вершины, которые действительно еще нехоженные, и они были сложными. То есть для людей, когда не знаешь, что тебя впереди ждет, это действительно очень таксосудно. Здесь были самые сложные вершины, были до где-то 70-го примерно года, когда за... это были вершины 5B категории сложности. Донбай и Ульген, Травер, Дегутур и Чата. Здесь... это вершины 5B сложности. Здесь появились позже, значит, уже после 70-х годов. Классификация пошла несколько-другая, когда уже были... проходились скалы на Памире. Значит, в этих появилась еще одна категория, 6-я. В Донбайе Друзубка 6-я категория сложности. Это вот отсюда, через Амманаус, сейчас ее не видно. Значит, других я 6-х здесь не знаю. Значит, на Центральном Кавказе есть. Там и есть, и есть в Безенге. Значит, 6-ки. Но чтобы вы представляли, самое сложное восхождение, которое было сделано, это так называемый русский маршрут на К2. Это вторая по высоте вершина. Она чуть ниже Эвереста, буквально там, по-будто, десятки метров. Значит, вот этот маршрут, ну, очень, так сказать, тяжелый. Но это уже, как бы, героизм, это риск, очень большой, так сказать, риск прохождения. Притом не только там камни слипятся, холодно, замерзают. И длительность такого маршрута, ну, где-то 15-20 дней. Это, которое нужно рассчитать из количества еды, так сказать, сил для того, чтобы это сделать. Ну, команда наша проходила, сейчас точно не могу сказать, какой-то 2008, может быть, год или 9-й. Из вот группы, которая сюда приезжала, значит, участником был Пензов Сергей. Кто-то, может быть, восхождение. Ну, вот так по сложности. Спасибо. Я благодарен и вам, значит, что вы не пропустили эту для нас очень значимую удар. Тут представить можно сто лет, сто лет, как вот здесь у нас. Лопинизм зарождался здесь, в начале, в Донбаре. И вдруг вот мы здесь все собрались, чтобы ее отнять. Это просто замечательно. Скраб, букинг, шитье и другие виды декоративно-прикладного искусства в самобытном исполнении Анастасии Богдановой. Жительница станицы Зеленчукской убеждена, что творчество украшает жизнь и делает ее прекрасной. Подробности у Али Баташева. Это будет открытка. Я ее еще немного доработаю. Хотела передать атмосферу Нового года, приближающегося праздника, тепла, уюта. Множество красиво расположенных деталей великолепно дополняют друг друга и образуют будущий шедевр скраббукинга – любимой техники Анастасии Богдановой из станицы Зеленчукской. Здесь и вязание, и макраме, и вышивание, и шитье обязательно. То есть включает очень много других видов творчества. Здесь невозможно заскучать или как-то… он не надоедает. Каждый день можно искать новое направление и находить все более интересные грани этого творчества. Аккуратно вырезать из бумаги детали для будущего шедевра, а затем постепенно создавать его и доводить до совершенства. На первый взгляд все очень просто, но на изготовление одной открытки может уйти несколько дней. А чтобы достойно украсить альбом, требуются недели и месяцы, считает Анастасия Богданова. Перед началом любой работы составляется, скажем так, план, смета. То, что будем делать, и называется это скетчи. То есть зарисовывается приблизительно, что где будет расположено, где будет находиться. Ну, пусть это будет альбом. И потом уже, потому что это творчество, это вдохновение, сегодня я решила одно, завтра может что-то поменяться. И уже согласно этих скетчей продолжается работа тогда. Ну, где-то что-то может впоследствии можно изменить. Техника скрапбукинга широко применяется в свадебных альбомах, фотоальбомах новорожденных, а также при оформлении личных дневников и ежедневников. Наиболее распространенные стили – это шебешик, потертый шик, когда элементы декора искусственно состаривают, винтаж, где используют фотографии и картинки, и микс-медиа, смешение стилей. Когда я только начинала, больше всего меня привлекали работы в стиле шебешик. Но, как бы парадоксально это ни было, у меня пока на данный момент еще нет ни одной работы в этом стиле. Это очень такой нежный, винтажный, в постельных тонах, обязательно с кружевом. Но вот почему-то я еще пока не сделала. Один у меня альбом в процессе, пока в этом стиле, но еще пока его не закончила. Очень много разных направлений, нужно именно пробовать все, чтобы понять, что больше подходит. Чтобы творить в технике скраббукинга, требуется дизайнерский картон, специальная скраб-бумага для комбинирования различных цветов и элементов. А вот декор, то есть материалы и детали, из которых будет создаваться сама открытка, Анастасия предпочитает изготавливать сама. На самом деле здесь тоже очень много нюансов, подбор тканей, обработка ткани. Все это очень интересно на самом деле. И в то же время это дает возможность сделать цветы конкретно под какую-то коллекцию. То есть не покупать их у другого мастера, который занимается цветами, а именно сделать в той цветовой гамме, палитре, которая мне нужна. Цветы я делаю сама, потому что именно таких больше не будет ни у кого. Это абсолютно индивидуальность. Главный секрет мастерства очень прост, считает Анастасия Богданова. Самое главное должно быть вдохновение и желание творить красоту, приносить в этот мир что-то прекрасное. Анастасия Богданова занимается скраббукингом в течение двух лет. Дочка Диана первой видит мамины работы и часто восхищается ими. Научить ребенка радоваться тому, что сделано с любовью, передать ему свои знания и умения – это счастье, признается мама. Лишний повод собраться и творить вместе, чтобы в мире стало больше красоты и хорошего настроения. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев. Вести Крачево-Черкесия. Зеленчукский район. Отбор на чемпионат России по боксу впервые состоялся в Крачево-Черкесии. О том, где и как прошли финальные соревнования, расскажет Алла Качиева. Показать свой характер и мастерство. Десятки лучших боксеров, которые прошли в финал всероссийских соревнований, собрались в курортном поселке Домбай. Сегодняшние бои определяют, кому же достанется путевка на чемпионат России. Здесь проходят всероссийские соревнования Всероссийского общества профсоюзов России среди мужчин 19-40 лет. Эти соревнования являются отборочными к чемпионату России. Участвуют команды из 14 регионов России, более 50 человек. Сегодня будут проходить финальные бои в 10 весовых категориях. Чемпионат профсоюзов России проходит в Крачево-Черкесии впервые. В финале участвуют практически профессионалы, члены сборной страны, мастера спорта. Сейчас не так много регионов, не так много организаций, которые могут провести соревнования. Это связано в основном с финансированием. Здесь ребята есть спонсоры, есть помощники. Живут, питаются, соревнования, всё в одном месте, не надо никуда ездить. Это очень удобно и комфортно для участников. Опытные боксёры периодически меняют свою стойку. То для более эффективной защиты, то для атаки. Не забывают спортсмены и о контрударах, которые необходимо наносить. Достаточно на высоком уровне соревнования. Очень хороший спорткомплекс. Донбай, сам курорт очень красивый. Хороший воздух, свежий. Как говорится, дышится прекрасно. Соперники очень достойные на хорошем уровне. Как говорится, пускай победит сильнейший. В Крачево-Черкесию в финале представляют два спортсмена. Али Баташев и Амита Секкуев. В ходе упорных боёв Али уступил боксёру из Дагестана Махачу Исупову и стал серебряным призёром. А другой наш спортсмен Амина Секкуев весовой категории 86 килограммов уверенно выиграл у соперника из Дагестана Шарабуддина Келеметова. Не только физическая, но и умственная выносливость очень важны в боксе, считает победитель чемпионата СКФО, вооружённых сил и международных турниров. К этим соревнованиям Амит готовился месяц. Чтобы хорошим боксёром стать, нужно, чтобы сошлись много качеств воедино. То есть тут и психологическая составляющая, и финансовая нужна обязательно, и, конечно же, подготовка. Но в первую очередь стремление, желание и постоянно тренироваться, дисциплинированным быть – это основа. Теперь победитель всероссийских соревнований чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» среди мужчин Амина Секкуев будет готовиться к чемпионату России, который пройдёт в августе в Хабаровске. Алла Качива, Олег Малхожев, Вести Карачева, Черкесия, Домбай. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.